Работу по строительству защитных сооружений в пострадавших от наводнения районах Приангария завершили. За прошлый год там ввели в эксплуатацию пять объектов инженерной защиты. Это дамбы в Тайшетском и Чунском районах, Тулуне и Нижнеудинске. Об этом сообщил министр строительства Иркутской области Александр Галкин. По его словам, это позволит защитить более 20 тысяч жителей от возможных наводнений и паводков. Гидротехнические сооружения поставили на реках Уда, Ия и Бирюса. Протяженность новых дамб от 5 до 17 километров. Всего с 2019 года в Иркутской области появилось 10 новых защитных сооружений. На их возведение потратили более 5,5 миллиардов рублей. Сотрудницы полиции вынесли приговор за взятки и организацию незаконной миграции. Она занимала должность начальника управления по вопросам миграции МВД по Иркутской области. По данным следствия, в 2022 году она и ее подельники помогали иностранцам в прохождении собеседования на знание русского языка. Это позволяло им беспрепятственно и бессрочно находиться в России, а также получать гражданство. За это дали взятки на общую сумму более миллиона рублей. С обвиняемой заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда ей назначили семь лет лишения свободы условно, штраф в размере полутора миллионов рублей и лишение права занимать определенные должности на восемь лет. Расследование уголовного дела в отношении остальных шестерых обвиняемых продолжается. Жители 27 микрорайона Братска требуют ремонта местных теплосетей. Парящие колодцы и разрытые участки возле домов – типичная для микрорайона картина в последние годы, рассказывает местный житель Роман. По его словам, срок эксплуатации тепловых сетей подходит к концу, их необходимо реконструировать. В уходящем году количество аварий на отопительных системах здесь достигало 40. Эту цифру жители могут подтвердить документально. Собственник теплосетей – город. Эксплуатирует их ТЭЦ-6. Жители обращались в администрацию и теплоцентраль за сведениями о запланированных ремонтах. В бюджет города на следующий год починка сетей не заложена. Работы по капремонту предусмотрены только от теплоснабжающей организации. Депутат округа Игорь Бабков говорит, что самое разумное решение проблемы – вынести теплосети с частных территорий. На этот проект нужны средства из федерального бюджета. За ними будут обращаться. Видим со своей стороны необходимость создания некой комплексной программы, направленной на решение проблемы целиком. То есть должна проводиться какая-то системная работа, неразовые акции, неразовые совещания, выработка программы, которая будет нацелена на многолетний труд, направленный на замену всех сетей. В Ангарске прошло открытие первой выставки в новом году. Все это – работы бисером и вышивка крестика. Всего в выставочном зале художественного центра представили более 80 полотен. Самая старая картина среди них – «Попугай». Ее выполнила в послевоенные годы Татьяна Верещагина. Другой автор, Валентина Щербакова, рассказала, что здесь выставила большую часть своих произведений. Она увлеклась вышивкой в 2016 году. И в ее личной коллекции уже более полусотни работ. Сотрудники художественного центра рассказали, что произведения вдохновляют их на новое творчество. Благодаря выставке уже появилось новое стихотворение, посвященное работам. Работы все очень интересные, яркие. Есть даже в чем-то похожие, но они все равно разные. Потому что одна и та же работа у разного мастера получается совсем по-другому. Каждый мастер ее видит по-своему. В Иркутской области 10 февраля пройдет 42-я открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Центральный старт традиционно состоится в районе лыжной базы в поселке Молодежный Иркутского района. Об этом сообщил министр спорта при Ангаре Павел Богатырев. Он отметил, что на старт в регионе предположительно выйдут около 10 тысяч человек. Лыжные забеги состоятся и по области. Для участия в центральном старте в Иркутском районе желающие могут зарегистрироваться на госуслугах, а также подать документы очно. На «Лыжне России» предусмотрены две дистанции – 5 километров для юношей и девушек до 18 лет, 10 километров для мужчин и женщин. Победители соревнований награждают кубками. Призеры в каждой возрастной группе получают медали и дипломы Министерства спорта России.